Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Лепехин Владимир Анатольевич. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Рады вас видеть. Здравия. Давно не виделись. И тема, на самом деле, сегодняшней нашей беседы, по-моему, крайне актуальна. И меня, и Владимир Викторович, и всех наших слушателей интересует одно. Что же все-таки происходит? В России, в мире? Чего ждать? Александр, тема фундаментальная. Если рассуждать на тему, что происходит в России, в мире, в российской политике, в российской экономике, это разговор на много-много часов. Я попробую очень коротко свою точку зрения высказать, что происходит в России и каков такой общемировой геополитический контекст, который влияет на то, что происходит в России. Начнем с того, что действительно все находятся в рассерянности. В каком-то смысле Россия прошла несколько кругов таких идеологических, мировоззренческих, я бы сказал, стратегических, проектных. Сейчас мы выходим на четвертый круг. И, соответственно, поскольку ни элиты, ни население российское не осознали, что же было в виде вот этих первых трех кругов, то и нынешний этап нашего развития тоже особенно не осознается. Дело в том, что вот эта ситуация, в которой непонятно, что происходит и какова перспектива, она за последние 30 лет повторяется уже четвертый раз. Значит, мы помним, что к началу 80-х годов в российской политической системе тоже сложилась ситуация непонимания некого, поскольку власть в стране менялась, переходила из рук руки ввиду такой геронтологической политической системы. Ну и когда пришел Горбачев, вроде бы появились некоторые предпосылки к тому, что вот Россия переходит на какой-то осмысленный путь. К тому времени люди в России уже были замотивированы на такую идеологему, как социализм с человеческим лицом, соответственно, Горбачев со своей перестройкой, гласностью и так далее, вроде бы отвечал этим потребностям. Вот этот первый круг, он был очень такой короткий. Никого социализма с человеческим лицом никому не было предложено. И как бы первый круг закончился упраздением Советского Союза. К этому моменту, когда возникла новая Россия, соответственно, ожидания населения изменились. И вот эти, то есть никто уже не верил в то, что социализм с человеческим лицом возможен, и что он кому-то нужен. И в этом смысле была подсудна другая идеологема российскому народу, что не сегодня, не завтра в стране будут проведены речные реформы, возникнет экономическая и политическая демократия, свобода появится и так далее, и так далее. Народ это подхватил и вышел на второй круг. Соответственно, вот эта идеологема, которая была предложена, она тоже не очень долго существовала, хотя чуть дольше, до конца 90-х годов, когда народ не получил, как в первом случае не получил социализма с человеческим лицом, так и во втором случае не получил ни эффективный экономический рекорд, ни демократии, приватизация, шоковая терапия и так далее. Перестали платить зарплаты и пенсии. Поэтому к концу 90-х годов идеологема начала меняться в ответ на новые потребности населения, поскольку российские граждане захотели в стране порядка, восстановление государства, сильного государства. Ну и вот была третья, новая идеологема предложена России, что пришел новый лидер, лидер из силовых структур, который будет укреплять государственность. Ну и начались некоторые такие демонстрационные, отчасти демонстрационные, отчасти такие пробюрократические шаги, направленные как бы на восстановление, укрепление государства, президентской вертикали и так далее. Что мы имеем сегодня? Вот перед этим четвертым кругом, поскольку вот эти первые три типа идеологем, все они оказались ложными, по большому счету, ничего России позитивного не принесли, но какое-то время они действительно играли роль такого управляющего инструмента в ответ на изменения ожиданий основной массы населения Российской Федерации. Сейчас люди хотят действительно определенности. Многие считают, что хорошо бы вернуться к социализму в каком-то виде, восстановить какие-то советские традиции. Понятно, что это не подавляющее большинство, но достаточно значительная масса. И поэтому сейчас начинается такой новый идеологический тренд, связанный отчасти с консерватизмом, с неоконсерватизмом. То есть это расчет на такую национально ориентированную часть нашего общества, что мы будем сохранять великую Россию, мы будем сохранять наши традиции, ценности и прочее-прочее. Ну, а это все одновременно сочетается с так называемой социальной традицией или социальным государством, когда все чаще звучит риторика, что да, действительно нужно идти на встречу народу, с ним делиться. Вот последние решения буквально сегодня-вчера, которые были приняты, связанные с тем, что нужно нашу налоговую систему развивать в направлении большего давления на богатых. Появились такие темы, как безусловный базовый доход, борьба с бедностью и прочее-прочее. Вот такой компот или коктейль из социальных и таких традиционалистских идей, который отвечает как раз потребностям населения. Это вот как бы тренды такие наши внутренние. Примерно такие же тренды, очень похожие, происходят и в мире. Но если говорить о мировых элитах, то они на эти тренды очень адекватно отвечают, более того, упреждают эти тренды по идеологии, которая сегодня появилась, как идеология так называемых глобальных сил, которые придумали даже название этой идеологии. Называется «Инклюзивный капитализм». Вот я на эту тему неоднократно выступал и давал очень пространные комментарии, что такое инклюзивный капитализм на самом деле и что он представляет собой в риторике. Риторика абсолютно попуристская, очень привлекательная, и там очень много таких идей, связанных с социальным государством, вообще с разного рода бонусами для населения. Но это, скажем так, некая риторика для основной массы населения, которая не имеет никакого отношения к той реальности, которая стоит за инклюзивным капитализмом. Значит, очень коротко скажу, что в масштабе, или максимально, в максимально глобальном масштабе, трех суперстрат. То есть суперстрата хозяев это большая группа людей. В принципе, примерно понятно, кто это. Их идеология, идеология для них, она особо не афишируется. Все это связано, конечно, на интеллектуальную собственность, на те программы, в соответствии с которыми будет развиваться новый капитализм монополистический, цифровой. И на эту тему, как бы, сейчас я тоже говорить не буду. Чуть больше скажу о двух других идеологиях. Идеологии для второй и третьей суперстрата. Вторая идеология связана с тем, что даются разные сигналы. Не должны быть суперстрата, получат полпы, к управлению миром. То есть это люди, которые будут выполнять на четвертой удовольствии. В принципе, он как раз апеллировал именно к управляющим. И к этой части относятся в том числе и российская элита, которая стремится стать одним из элементов вот этого второго класса, или второго суперкласса, этого слоя управляющего. Ну и наконец, третья идеология, собственно, связана с этой социально ориентированной риторикой. Для остального большинства, которые на самом деле не получат никаких основных масштабов, будет дифференцирована на два таких лагеря. Один лагерь – это те. Сейчас мы видим, кстати, как это отыгрывается на всей компании, связанной с пандемией, с вакцинацией, то есть на лояльных и нелояльных. Лояльные будут получать некоторые действительно бонусы, связанные с высокими, повышенными пособиями безработиц, с безусловным базовым доходом, какими-то еще, значит, такого рода бонусами. Ну, те, кто не собирается быть лояльным, он будет приговорен, потому что он будет выведен за пределы экономики, физически, может быть, и уничтожать никого не будет, но, в принципе, мы поставим такие условия, вот эта часть третьего класса, неэлитного, в такие условия, что он не сможет иметь семьи, не будет к этому стремиться, будет постепенно вымирать, и, в принципе, всех подведут к мысли о том, чтобы лет 50, например, они добровольно в кавычках подели жизнь. Но это сейчас я очень огрубленно говорю. Поэтому вот эта идеология инклюзивного капитализма, она уже в отношении России проводится не первый год, очень эффективно, и, соответственно, очень сложно отличить вот всю эту конструкцию, как-то понять и вычислить, что на самом деле имеется в виду. Но все, что происходит сегодня в России, все решения, все те стратегии или тактики, которые реализуют правящие в России, это не в области здравоохранения, образования, семейной политики, там жилищно-коммунальные, там, я не знаю, ипотеки и так далее, и так далее. Все на сегодняшний день устраивается или уже встроено в рамках, в рамки концепции инклюзивного капитализма. Достаточно просто выступление политиков, чтобы сопоставить одно с другим, обобщить вот это все, все эти дискурсы, которые сегодня идут к нам извне, чтобы понять, что вся политика, все эти несуразности, которые сегодня происходят, все эти маразмы, которые, маразматические решения, которые принимаются на федеральном уровне, что они на самом деле встроены в некую управляемую логику, управляемую извне. Но почему, допустим, наше правительство, наши чиновники не протестуют против этого и даже особо не задумываются, потому что они уже на уровне психики своей, на уровне чутья, прекрасно понимают, что им будет доверено право управления этой территорией. То есть, как это будет происходить, каков уровень будет их полномочия, они не знают, но чувствуют, что они будут не в третьем, не в третьей суперстрате, а во второй. То есть, им хотелось бы, конечно, сохранить свой статус управляющим, поэтому они по сути, безропотно реализируют капитализм. Могу пояснить на десятках и сотнях примерах, как это происходит, поэтому, если давайте какие-то вопросы и конкретизировать то, что я сказал, я с удовольствием отвечу. У меня вопрос следующего характера. Вот можно ли тогда считать, что человечество, в принципе, тот шанс исторический, ну, грубо говоря, к спасению, оно упустило с крушением социализма непосредственно в Советском Союзе, да, с крушением Советского Союза. И такого второго шанса, ну, на самом деле, уже не будет, потому что, если то, что как, как ты вот расписал сюда вот эти вот три там уровня, они знают, что делать, у них твои планы, у них силы для этого и средства для этого. Они же тогда не допустят развития другого, скажем так, сценария. В этом случае-то на что уповать? Сейчас объясню. То есть, понятно, что это некая генеральная линия, в отношении которой мы... сегодня не видим какого-то особого сопротивления, ни слова. Тем не менее, говорить о том, что мир приговорен, мне кажется, преждевремен. Почему? Потому что, во-первых, есть шанс, что значительная часть человечества или там интеллектуального слоя не просто осознает эти замыслы, а все-таки как-то их озвучит, начнется поиск альтернатив. И вполне возможно, что главной альтернативой здесь будет не Россия, но некоторые другие страны, которые, по крайней мере, предложат, допустим, не альтернативу в полном смысле этого слова, то есть вместо инклюзивного капитализма какие-то варианты такие социализированные, социалистические, еще какие-то, солидарные, но по крайней мере какую-то другую форму капитализма. То есть есть, например, предположение, что Китай, к примеру, вполне возможно нашлет свою версию какую-то инклюзивного капитализма реализовывать, и в этом смысле вполне возможно может представить какую-то альтернативу, то есть неполноценную, тем не менее. Еще какие-то восточные и южные... Извини, пожалуйста, вот ты просто Китай упомянул, я тебя сразу переверну, потому что вопрос тут есть. Но то, что делает Китай, мало чем отличается, скажем так, от того, что делается на Западе. Другие слова, другая риторика, другие формы, скажем так. Ну, там-то они, грубо говоря, все ходят в строй уже давно, и на сегодняшний день у них вот, ну, вчера, во всяком случае, на новостях российские цифры дали, там, верите или не верите, я не знаю, у них там один миллиард триста миллионов уже вакцинированных, понимаешь, то есть все четко, строго, они первые ввели эту систему тотального контроля, значит, развлечения, ущемления прав всех людей, которые не идут в какой-то общей парадигме и все прочее, но чем это на самом деле отличается от того цифрового концлагеря, который там готовится там другими, вот я к тому говорю, что все-таки у Советского Союза была вот эта великая идея, потому что все-таки мы боролись же за что, за справедливость, за свободу, за вот это царство правды, а сейчас-то я альтернативы на самом деле не вижу просто. Сейчас я скажу про Советский Союз, значит, про Китай еще раз говорю, что я не считаю это полноценной альтернативой, Китая представляет собой некий иной центр силы, пусть не совсем альтернативный, даже не альтернативный запад, но тем не менее это другой центр силы. В каком направлении будет развиваться? Можно только предполагать. Пока, конечно, Китай копирует, это кузинный капитализм, более того, в некоторых направлениях опережает, ну, создание этих систем контроля за населением не пропусловно, потому что можно предположить, что в каких-то других регионах мира сложатся некие альтернативные возможности появятся. Что касается России и Советского Союза, ну, дело в том, что я без иллюзий отношусь к советскому прошлому нашему, прекрасно осознаю, что с одной стороны, конечно, то, что сделал советский народ и та череда революций, которая происходила в начале 20 века, это был наш ответ, это наша альтернатива, национальная, цивилизационная альтернатива тому капитализму, тому империализму, который сформировался в тому времени со всеми своими негативными чертами. И, конечно, это была попытка найти альтернативу, и многое в Советском Союзе формировалось, развивалось именно в альтернативу вот этому монополистическому капитализму. Но я бы не называл это социализмом. То есть это был такой государственный капитализм с элементами социализма. То есть это достаточно сложное образование, в котором до смерти Сталина отчетивался тренд все-таки на усиление социалистических началов, а после смерти Сталина, когда поменялась в принципе вся конструкция, мы помним даже, что основной принцип моральный поменялся, от каждого по труду, к каждому по способности, поменялся на принцип каждому по потребности. Вот это такая диверсия некая была мировоззрительная и соответственно это начало пути тупик. Вот то есть самый главный вопрос был решен заключается на самом деле в сочетании генеральных линий узурпации собственности и власти. Это два таких неотъемлемых элемента. То есть согласно теории инклюзивного капитализма властвовать должны на основе права владения собственности только хозяева. Ни у кого другого собственности быть не должно. То есть у управляющего класса в ограниченном объеме личная собственность, яхты там какие-нибудь, квартиры, машины, не более того, а весь неимущий класс, все эти миллиарды людей, в принципе не должны ничем владеть. Отсюда вся эта риторика, которая сегодня идет, что ипотека уже не нужна, нужно квартиры снимать, и машины не нужно покупать, каршерин пусть будет, и так далее, и так далее. Сейчас не буду кем развивать. В советское время власть, которая была сконцентрирована в партии, которая стала государственной структурой, то есть переводилась, не было народной собственности, то есть собственность, которая была государственной, и на самом деле был подменен принцип об обчисление собственности, принципом о государствлении. Вот в этом смысле вот этот новый класс, который сформировался бюрократикой, номенклатурой и так далее, управляла государственной собственностью как своей, то есть она распоряжалась ей. Народ был в нищем, в юридическом смысле ничего не имел, ну кроме как личной собственности какой-то, ну и подсобных хозяйств. И поэтому когда произошло перерождение этой самой партии, и возникли группы интересов, настроенные на обогащение, группы интересов, которые занимались экспортом различного сырья за рубеж, и на этом обогащались, ездили за рубеж, все эти кланы золотой, алмазный, зерновой, нефтяной, газовый, весной и так далее, именно они осуществили перестройку, смысл которой заключался в следующем, не в поиске социализма с человеческим лицом, не в какой-то демократии, а вот эта недокрученная собственность, которая была испоплирована у частного владельца и передана государству, они вернули это все себе, или точнее украли для себя эту государственную собственность, вот, и поэтому до социализма советский строй не дорос, к сожалению, он остановился на полпути, не решив вопрос собственности, не акционировав ее в интересах граждан, вот, не случайно вот эта концепция инклюзивного капитализма, вы посмотрите, что они говорят, все эти шлабы и так далее, они говорят, что акционерный капитал должен умереть, а на его место должен идти капитализм стейкхолдера, это что означает, это означает полнейшую темагогию, когда всем людям будет рассказывать сказки, что вы стейкхолдеры, вы заинтересованы в развитии экономики, давайте вот мы с вами будем делиться какими-то доходами и так далее, но при этом никто не будет собственниками, никто не будет иметь никаких прав и управлений, вот, а с моей точки зрения, альтернатива, как раз экономическая, связана с развития акционерного капитала, то есть, когда каждый гражданин, ну, например, Российской Федерации, должен стать совладельцем национальных ресурсов, видим, именно это адвокционер. Я сейчас не говорю о создании единой корпорации государства, такой фашистский путь, я говорю о том, что должно существовать такое понятие, как национальный актив, национальное достояние, которое должно быть четко описано, зафиксировано в Конституции, это так называемые федеральные, региональные, муниципальные предприятия, совладельцами которых должны быть гражданами Российской Федерации. Я просто один из моментов так подчеркиваю, вот это уже реальный элемент социализма, можно этот социализм не называть, поскольку очень-таки негативный кандидат в советском времени живет каким-то государством, которое реализует эту схему в руках своих граждан национальные активы и не позволит украсть эти активы вот этим самым хозяевам, инклюзивным капиталистам. Вот как бы основа. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на описанную вами картину вот этими крупными мазками, как накладывается ковидная история, в чьих руках этот инструмент, какую задачу при помощи этого инструмента владельцы этого инструмента пытаются решить. И последний вопрос, получится у них или нет, ваше мнение. понятно, что очень много данных связанных с тем, что сама эта история задумана давно, она последовательно готовилась и достаточно логично реализуется посредством того, что придуман этот ковид, во многом, да, то есть он создан, этот вирус, он во многом придуман, значит, соответственно, есть неадекватная, но раздутая теория пандемии так называемой, да, я могу личную историю рассказать, вот я, например, числюсь, больной по статистике везде подавления изнутри находясь в ковидной клинике, каким образом формируется статистика по этому поводу? Вся статистика, которая сегодня подается, например, в правительство Москвы, она абсолютно ложная, диагнозы особо не описываются, медики молчат, почему они молчат? Потому что они получают деньги конкретные, то есть клиники, медицинский персонал за каждого ковидного больного дополнительные деньги. Вот, не буду эту тему развивать, в общем, в принципе, давно известно, что придумано такое, с одной стороны, биологическое оружие, с другой стороны, очень интересный такой способ запуска целого ряда линий, направленных на формирование инклюзивного капитализма, по обеспечению контроля, по расслоению населения, лояльных и нелояльных, по установлению всевозможных цифровых систем, и контроля за населением. Ну, может быть, такой тезис приведу, чтобы особо тут не растекаться. Вот, очень много разговоров об этом искусственном интеллекте и цифровизации, как палочка-выручалочка, например, для российской экономии. Все же заняты сегодня в правительстве цифровизацией, так называемой. Вот я скажу, что искусственный интеллект без морали, это преступление. То есть, России нужен не искусственный интеллект, России нужен моральный искусственный интеллект. То есть, если искусственный интеллект будет построен на наших ценностях и совершенно понятной морали, антропоцентрической, про-человеческой, тогда понятно, мы можем говорить о том, что цифровизация наверное будет проходить в интересах нашего населения. Но поскольку у нас сегодня формируется аморальный искусственный интеллект и вообще все, что реализуется, все те решения, которые принимаются, носят абсолютно олигархический, проглобалистский, компрадорский характер, то опять же значительная часть этих решений направлена против народных интересов и против интересов страны, исследователь. Поэтому на кого будет работать самый искусственный интеллект? Значит последнее, что очень важно и как подчеркивать связь между ковидом, этой пандемией, которая реализуется сегодня везде, не только в России, и инклюзивным капитализмом. В чем суть этого инклюзивного капитализма с точки зрения рассмотрения его как новой общественно-экономической формации? Речь идет даже не об особом этапе развития капитализма, а о формировании новой навязывания, новой общественно-экономической формации. Значит, главным здесь будет не капитал вот в этой новой экономической формации, не прибыль, а максимальная как вот сейчас, максимальная прибыль с финансовыми, с судным процентом, с маржингом произвольным и прочее, прочее. Вот это ничего произвольного в инклюзивном капитализме должно быть. Должно быть гарантированная прибыль, пусть на небольшом уровне, там 10%, например, но это будет означать программирование этих самых отношений, новых производственных отношений. То есть тот, кто будет владеть программой, которая будет, в свою очередь, управлять экономикой, которая будет четко высчитывать у каждой отписи, какие нужны ресурсы, какие будут издержки, что должно быть на выходе, как это будет распределяться и, соответственно, гарантированная прибыль вот эти самые 10% хозяевам. Значит, так вот, вот эта программа, она будет, в том числе, определять потребность рабочей силы. И уже сегодня первые такие прикидки, первый расчет показывает, что если вкладывать деньги в технологический процесс, в роботизацию, в цифровизацию и так далее, что на самом деле население, странами, население мира избыточно? И тут напрашивается следующий вопрос, потому что мы же уже все неоднократно слышали о том, что глобальщики хотят резко сократить часть населения планеты. И, соответственно, конспирологические теории о том, что вот эта ковидная история, это и запустили процесс утилизации населения. Как к этому относиться? Ну, вот это вы совершенно правы. То есть, есть два варианта. Жесткое сокращение населения через войны, через военные конфликты, через уничтожение населения. И, как бы, такое положение, что им просто невыгодно становится размножаться. то есть, их начинают направлять в сторону дауншифтинга, разного рода фричайлда и так далее, так далее. Вот. И мы понимаем, что, например, та же самая пандемия ковида сегодня, завтра, еще, то есть, почему мы будем, например, на то, что, в принципе, доверие есть достаточно высокое в вакцине спутник, да, поскольку, ну, вроде, путинская вакцина, но если она пользы не приносит, вроде бы и вреда многого не приносит. это защита нашего рынка от западных фармкомпаний, потому что если не будет вакцины спутник, то, естественно, тут мгновенно ВОЗ сюда привезет астрозенеку, там, файзер и прочее, прочее. Вот даже при этом все равно не хочет вакцинироваться. Именно потому, что подозревает, что это первый шаг к совершенно непредсказуемому последствию для народного большинства. Вот. Поэтому об этом, причем уже очень многие проговаривались. Уже Жак Катали писал несколько лет назад, каким образом будет работать механизм пандемии и биологического оружия. Достаточно посмотреть голливудские фильмы, там уже 20 фильмов уже сняты на эту тему. Известно. Поэтому это очень стройная такая линия, она абсолютно логическая, она абсолютно предсказуемая. Вот. И, конечно, это не просто какое-то желание маньяков почему-то сократить численность населения Земли, что воздуха не хватает или чего-то еще. Это связано со стратегией совершенно конкретной долгосрочной, с этой новой общественно-экономической формацией, с интенсивным капитализмом, который навязывается, который разрабатывается в деталях. И ковид сюда просто вкладывается как один из таких краеугольных элементов пандемии ковид. Ну и извечный русский второй вопрос. Первый вопрос уже ответ ясен, кто виноват. Второй, что делать? Ну, пока мы можем только об этом говорить системно, привлекая к этому внимание, потому что мы видим, что например, то же самое Россия каким-то направлением обеспечения контроля за ними. Люди сопротивляются вакцинации, люди, значит, привлекают внимание к тому, что пандемии не существует, ну да, есть болезнь, но не пандемия. Люди протестуют против всевозможных решений власти навязать цифровой контроль там жесткий, электронный и так далее, и так далее. Но системного сопротивления нет. Почему? Потому что у нас такой специфический политический режим, который не предполагает организованного сопротивления, наоборот, гасит, да, вот эти попытки, когда люди начинают объединяться, и сегодня невозможно создать альтернативные политические партии, невозможно опубликовать какие-то программы альтернативные по большому счету, протестные какие-то выступления уже начинают приравнивать к экстремистским, да, ну и так далее, и так далее. Вот, остается единственный путь это все-таки пытаться говорить в тех лакунах, которые открыты пока еще, через YouTube, условно говоря, вот, как-то на своем уровне, на уровне своего окружения привлекать внимание к этим проблемам, в надежде, что сегодня об этом говорят эксперты-интеллектуалы, завтра это начинает принимать за некую данность представитель средств массовой информации, ну и, как мы понимаем, в усеченном виде, но тем не менее, некоторые публикации доходят до людей, принимающих решения, их немного, но появляются во власти люди, что надо принимать эту ситуацию, что-то делать в этом направлении, вот такие вот, как бы, достаточно небольшие возможности для сопротивления, но, тем не менее, других вариантов нет. Секрасно. В общем, у нас был с тобой сегодня, Владимир Викторович, немножко неоптимистичный эфир, связанный с развитием сельского хозяйства, а здесь вообще что-то перспектива какая-то для меня вырисовывается такая не очень светлая. Не знаю. Давайте порассуждаем, может быть, я вот пока не вижу, кроме той, о которой я сказал. Понимаешь, это все вот можно было бы делать, если бы, скажем так, на нашей стороне была бы хотя бы вот так называемая элита, то есть та, которая в конечном итоге куда-то что-то и направляет, да, к светлым дарям и всему прочему. Все-таки в русском проекте и в красном виде была элита, которая вот, ну, она была за людей, то есть за народ. Ну, может быть, в конечной своей фазе нет, конечно, но вот изначально я же помню, когда мы в школе учились, когда... Александр Каронович, извини, что я тебя перебиваю, но какой смысл говорить о том, чего нет? Вот давай мы говорим... чего нет? Начальные условия сейчас такие, вот Владимир Анатольевич их описал. Вот, да, вот у нас элита в кавычках, без кавычках, она вот такая, и она готова вписаться в этот глобальный проект инклюзивный. Можно пояснить, потому что действительно речь идет о позиции элит, но я вот не случайно протянул такую веточку, ниточку, да, вот интеллектуалов через пресс пылить. Конечно, другого пути нет, должна сформироваться какая-то группа интересов внутри элиты, которая может способствовать реализации какого-то, по крайней мере, формированию в элитах альтернативного сценария. Вот, но тут нужно понимать, извините, что опять несколько такую пессимистическую изложу линию. Дело в том, что у нас уникальная ситуация в России сложилась, такого не было нигде, никогда в истории. Когда у элиты, у российской, да, у советской элиты появилась возможность ограбить собственную страну безнаказанно, да, системно, более того, с поощрением, да, поскольку идеология такая возникла, грабь все, что можно, значит, если ты не олигарх, то ты никто, да, то есть появилась такая возможность. И поэтому, как только вся элита включилась в этот грабеж, да, колоссальных ресурсов, одной, седьмой части света, она остановиться не может, она движется в этом направлении, более там убивая внутри себя любых нелояльных членов своего класса, да, производя или осуществляя отрицательную селекцию, потому что когда ты еще на муниципальном уровне начнешь задавать вопрос, а почему нужно приватизировать, например, какое-то муниципальное государственное предприятие в интересах какой-то семьи, да, то все, ты сразу становишься изгоем, ты вылетаешь из этой всей системы. вот, и поэтому надеяться на то, что у нынешнего российского правящего класса появится какой-то мыслящий, какой-то моральный сегмент, ну, не вижу никаких оснований. Тем не менее, мы должны все делать для того, чтобы такой сегмент в элитах сформировался, да, поэтому чем больше людей, не включенных в этот грабеж, да, людей интеллектуальных, ученых, экспертов и так далее будет на эту тему говорить, будет публиковать не эмоции, не визги по поводу того, что нужно сегодня-завтра революция сшлить и там свергнуть кого-то и непонятно куда идти, а методично разъяснять ситуацию. Вот, тем больше шансов, что это знание, эта позиция будет постепенно доходить, то той части элиты, а сейчас мы видим такие тренды происходят, что вот эти окна потихонечку закрываются, да, следовательно, становится тесно в этом пространстве, оно ужимается в пространстве грабежа, вот, и поэтому некоторые, там, ну, скажем так, из нового поколения, которые продвигаются куда-то выше во власть, они начинают понимать, что нужно что-то делать, иначе завтра страны не будет, вот, это наши союзники, вот с ними нужно работать, а кто-то не будет во власть. Тут я все-таки, Александр Гавринович, оптимизма в своем, так сказать, обычном стиле внесу, вот, если взять и посмотреть стратегии национальной безопасности, три последних, это 2009 года, 2015 года, которую подписывал Медведев, и три дня назад подписал Путин, небо и земля, просто небо и земля, если первые две стратегии, они такие были ориентированы вовне, давайте, так сказать, дружить вместе, давайте вместе там что-то делать, то последняя стратегия трехдневной давности четко закрывает страну, обозначает все проблемы, проблемы все внутренние, все внутренние, если я там раньше, там, я не знаю, ну, вот именно в сравнении, советую всем посмотреть и сравнить, поэтому оптимизм есть, а стратегия национальной безопасности, она же принимается как раз лицами принимающей решения, это один из основных документов, который определяет на ближайшие пять лет, то есть, такое впечатление, что наверху все-таки понимают, понимают, куда уже пришли и что делать, поэтому пока не паникуем. Да, это Бог. Ну, я спорить тут не буду, хотя у меня немножко другая точка зрения, другая видение, потому что я считаю, что да, будет тренды, это видит, пытается им соответствовать, но она, с одной стороны, отстает лет на 20, да, потому что даже последняя концепция национальной безопасности, это абсолютно устаревший документ, вот уже не отвечающий потребности времени, а с другой стороны, как бы это ни было, просто риторикой. Вот для меня более важны другие какие-то симптомы, да, того, что во власти некоторые люди начинают задумываться, потому что я слежу, например, за риторикой президента, за риторикой главы Совета Безопасности, секретаря Совета Безопасности, да, поэтому, когда в прошлом году Патрушев публикует статью о духовных ценностях, ну, это для меня много достаточно значит, это означает, что секретарь Совета Безопасности что-то читал, что-то начинает понимать и просто так публиковать статью о духовных ценностях нравственных, к которым Россия должна возвращаться, вот это достаточно такой понятный позитивный сигнал. Или Путин, который запускает время от времени достаточно правильные дискурсы, понятно, что они не получают развития в той системе, которая у нас сложилась и правящий класс на них плюет, но тем не менее президент такие дискурсы запускает, но я имею в виду в первую очередь, конечно, дискурс патриотизма, вот этот известный дискурс, который с 2011 года пошел, что Россия не просто страна, страна цивилизации, это уже совершенно другая связь проблемы. За такие проявления позитива нужно хвататься и всячески поддерживать, пропагандировать и развиваться. Тут больше можно сказать. Вот школа здравого смысла вместе с московским клубом последние полгода работала конкретно усиленно полгода. Все материалы полугодовые, мы их закончили неделю назад, все, полностью, весь блок полугодовой вошел в стратегию национальной безопасности России, которую три дня назад Путин подписал. и формулировки наши духовные, высшематериальные, к примеру. Не паникуем, Александр Горович, не паникуем. Уповаем на чудо и на милость Божию. Ты на Бог надейся, а сам не плашай. Владимир Анатольевич, спасибо огромное. Спасибо. Всем нам удачи. Спасибо огромное слушателям школы Здраво-Смысл за внимание к нам. Всем всего доброго, здоровья, берегите себя, перспективы светлые. И приносим извинения за технические неполадки. Очень слабая связь, поэтому звук периодически пропадал. Вы уж нас простите, это от нас не зависит. Владимир Анатольевич, спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго.